Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом сотый завершает тринадцатую кофизму. И сегодня мы остановимся на этом псалме, чтобы поговорить о том, какие обязательства накладывает на человека его власть. Наша беседа записывается в редакции портала экзегет.ру в актовом зале семинарии Московского Срединского монастыря. Многие исследователи полагают, что автор сотого псалма – это царь. Так или иначе, перед нами по тексту человек, облеченный властью. Он несет личную ответственность за тот город, которым он управляет, и за прилегающие земли. В четвертом разделе еврейской псалтыри только этот гимн и 102-й псалом надписаны именем Давида. Если речь идет о благочестивом Давиде, в таком случае можно спросить себя, почему он сомневает и размышляет о непорочности того пути, по которому идет. Второй стих. Возможно, перед глазами царя был какой-то политический кризис, и он размышлял о том, как ему будет разумнее поступить. Он ждал прихода Господа с надеждой, что тот наставит его на истинный путь. Слова «буду ходить в непорочности», «не положу пред очами моими вещи непотребной», можно принимать как обещание Богу доброй совести. Такое обещание было уместно при интронизации царя или при ежегодном праздновании дня этой интронизации. «Просьба о помощи, когда ты придешь ко мне». Здесь подкрепляется обещанием быть верным тем социальным ценностям, которые считались богоугодными. Однако, что бы ни обещал народу царь, по данному псалму он сможет выполнить обещанное, только если его посетит Господь. По содержанию псалом распадается на две части. В первом-четвертом стихах царь обещает жизнь честно и порядочно. В пятом-восьмом стихах он заверяет, что главным принципом его правления в государстве также будет непорочность. Такие выражения, как «непорочный путь», «мой дом» и «мои глаза» связывают обе половинки псалма во единое целое. Слово «Господь» не только соединяет первые и последние стихи псалма, но и издает богословский тон всему повествованию. «Царь дает все свои клятвы как бы с оглядкой на Господа. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж», сказано в другом псалме. «Милость и истина», иными словами, «любовь и справедливость». Вот каковы основы взаимоотношений Господа со своим народом по первым словам данного псалма. Это же словосочетание «истина» и «милость» употребляется в описании завета, который заключил Господь с потомками Давида. Господь любит справедливость. Если царь хочет, чтобы Бог был верен своему завету, следовательно, и жизнь царя должна характеризоваться словами «любовь и справедливость». Таким должен быть руководящий принцип его попечения о вверенном ему народе Божьем. Во втором-четвертом стихах царь обещает вести свою жизнь безукоризненно. Он начинает со слов «буду размышлять о пути непорочном». Еврейский глагол «размышлять» весьма распространен в литературе мудрости. Размышлять – это не просто взвешивать все за и против. В библейском мышлении размышлять значит приобретать опыт мудрого человека, который способен выстроить стабильные, позитивные отношения в обществе. Вразумиться – значит следовать безупречному пути, стать мудрым. Русский перевод фразы «когда ты придешь ко мне» подразумевает, что за словом «ты» подразумевается Господь. Но этот вопрос можно перевести несколько иначе. «Когда это придет ко мне, когда я достигну этого безупречного пути?» Непорочный путь – это все равно, что непорочное сердце. Одно не может быть без другого. Безупречность поступков человека, который исходит от безупречности сердца его, отражаются и на его доме. Слово «дом» охватывает широкий диапазон значений. От семьи и домашнего хозяйства до царского двора, храма и народа в целом. По данному псалму «дом» вполне может означать царский двор, всю совокупность членов семьи и царских советников, министров, военачальников. Всем им царь подает пример непорочного поведения. «Непотребная вещь – это что-то смертельно опасное, чего царь хочет избежать». Непотребство буквально по тексту третьего стиха «блеааль». С одной стороны, является чем-то агрессивным, дышит угрозой, словно некий демон Велиал. С другой стороны, по сути своей, это пустышка, его угрозы ничего не стоят. Непотребство – это противоположность безупречности. Царь не просто говорит «нет» всякому преступному делу. Он его ненавидит и поэтому не прилипляется к нему. Такие преступные дела, по русскому переводу книги Осии, являются распутством. Развращенное сердце указывает на порочность личности. Полную противоположность безупречной личности, у которой непорочное сердце. Так начатое ранее размышление о непорочном пути приводит к чистоте сердца и, как следствие, отвращение от зла. Непорочный человек не желает познавать зло и тем более иметь что-то общего со злыми людьми. Благочестие царя отражается на жизни общества. Стихи 5 и 8 приводят тот ряд принципов, которыми руководствуется непорочный царь. Список этих принципов правления похож на царский указ, который публично оглашается при стечении народных масс. Злоумышленники, которые пытаются добиться успеха за счет скрытой клеветы, изгоняются вон. Высокомеренные, надменные люди, которые обесценивают достоинства других, не найдут себе места вблизи царя. Напротив, верные, на которых можно положиться, и люди с безупречной репутацией будут царю служить. Следует обратить внимание, что глагол «служить», от которого происходит существительное «служитель», используется в Ветхом Завете не только для обозначения священников и левитов, служащих в храме, но и для обозначения судей и высокопоставленных слуг. Вероятно, автор псалма хочет этим сказать, что благочестивый царь окружает себя только честными и преданными чиновниками. которые разделяют его идеалы честности и непорочности. Это, в свою очередь, исключает любых подлецов, которые путем коварства и лжи сеют в обществе смуту, говорят царю не то, что есть на самом деле, а то, что он хотел бы услышать. Псалом заканчивается обещанием царя ежедневно совершать правосудие, чтобы во всем государстве истребить нечестивцев. И город – господень, а за этим образом подразумевается, конечно, Иерусалим, избавить от злодеев. По сотому псалму царь берет на себя различные, серьезные личные и общественные обязательства, включая кадровую работу по подбору таких членов исполнительной власти, которые смогли бы обеспечить в стране мир и безопасность. По большому счету, не так уж важно, был ли при Вадиме в псалме список обещаний царским указом, объявляемым всенародно при его интернизации, или это был набор клятв к Богу, данный в молитве во время политического кризиса. Важно, что эти обещания царя нельзя было нарушать, а по факту, к сожалению, все очень часто происходило совсем иначе. Древний Израиль часто страдал о злоупотреблении властью со стороны чиновников и судей. Из-за этого, как свидетельствуют многие псалмы, не было в стране чаемого мира. Данный псалом не исключение. Он похож на идеальную предвыборную программу кандидатов в мэры. Программа честной личной жизни и светлого будущего для народа во всех отношениях просто замечательная. Но поскольку нередко после выборов эти программы не исполняются, народ разочаровывается и в кандидатах, и в самой возможности путем голосования избрать себе в правителей честного человека. Поэтому неудивительно, что данный царский псалом получил мессианскую интерпретацию, по которой все указанные здесь обещания царя получают свое исполнение только в веке грядущем, когда наступит он и час. С одной стороны, по словам Иисуса Христа, уже исполнилось время и приблизилось Царство Небесное. Апостолы указывают, что воскреший Спаситель вот-вот будет правильно судить Вселенную. Однако, поскольку этот час наступит только после победы Агнца над силами зла в конце времен, а когда будет Второе Пришествие неизвестно, поэтому совершающим путь земного странствия остается терпеливо ждать и надеяться получить гражданство Небесного Иерусалима, куда поодиночке входит непорочное, написанное у Агнца в книге жизни. Анализируя два первых слова сотого псалма «милость» и «суд», отечественный экзекет XIX века архиепископ Псковский Ириней разделял их исполнение во времени. Он полагал, что настоящее время есть время милости, а будущее – время суда. И потому никто не должен удивляться, что в нынешнее время Бог повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Когда я говорил в последней цитате о злых и неправедных, я не имел в виду некоторых мэров, но имеющие уши да услышат. Вот как было бы хорошо, если бы сотый псалом был частью присяги, например, губернатора или еще кому-нибудь из выбранных лиц. Представляете? Человек обещает личное благочестие и то, что он будет наводить порядок в веренную ему территорию. Как было бы замечательно. Одна беда. Вот в последнем стихе такие жесткие слова. Буду истреблять всех нечестицов земли. Истреблять значит уничтожать. Смертная казнь. Ну, смертная казнь у нас запрещена. Жестко. Жестко. Сажать, да. А вот я иногда думаю, так вот сравнивая нашу систему правосудия, например, с Ираном. Там человек своровал, отрубили руку. Второй раз, хочешь не хочешь, уже воровать не будешь. Знаете, насколько меньше там преступников, которые воруют? Намного меньше. Я уж не знаю, какая система наказания эффективна. Ничего не помогает. Но надеюсь, что мертвые не могут второй раз совершить преступление. Так что, по крайней мере, для тех, кого убили, уже путь для повторного греха невозможен. Конечно, вопрос, насколько это влияет на систему общественных отношений, воспитывать других, это большой вопрос. Ведь иногда и расстреливают по коварству одних, по злому умыслу. Так что, тут да, не все так просто. Сотый псалом исполняется у нас на первом часе. То есть, поутру проснулся человек, пришел в церковь, и вот в начале рабочего дня он читает этот псалом. Милость и суд воспою тебе Господи. Удивительно то, что в наши дни люди порой чаще хотят воспевать милость Господа. Все ведь хотят, чтобы он был добрый дедушка с бородой, который на Новый год приносит мешок подарков и в окошко их там подкидывает или в чулок возле камина засовывает. Но автор данного псалма мудр, он, если принимает от Бога милостивые разные благословения, неужели не будет принимать наказание от Господа? И то, и другое он принимает в равной мере. И вот нам, наверное, надо поучиться у автора псалма благодарить Бога за все. И за скорбь, и за радость. И словословить его не только за милость, но и за его правосудие, за его справедливость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok